Инстаграм тихоря улучшил качество фотографий, хранящихся на серваках. И теперь у нас ограничение для постов не 1080 пикселей по горизонтали, а аж целых 1440. Для меня это так неожиданно и приятно. Спасибо, так неожиданно и приятно. Если зайти в FakUinst, то мы увидим вот такую формулировку. Любая фотография в более высоком разрешении будет автоматически сжиматься Инстаграмом до 1080 точек по горизонтали. И когда я записывал предыдущий ролик о подготовке фотографий к Инсте, ограничение 1080 пикселей было актуальным. Любой файл, который вы загружали в сеть, он сжимался до 1080 пикселей, что логично следует из FAQ социального сайта Инстаграма. Так я и думал, что это ограничение сохранилось до сих пор. Я даже записал полноценный ролик и выложил его в сеть, но мне ребята из моего коммунити открыли глаза и сказали «Макс, ну посмотри, там же через инструменты разработчика прекрасно видно, что теперь новые ограничения, новое разрешение, новые возможности, наверное». Здорово, YouTube! Максим Густарев на связи. И сегодня мы говорим о том, как подготовить фотографии для публикации в Инстаграм, в других социальных сетях, разумеется, тоже, чтобы сохранилось качество. Поговорим о соотношении сторон, разрешении, DPI, PPI, цветовом пространстве и многом другом. Заваривай чаек, поехали! В качестве первой целевой социальной сети мы возьмем, ну, разумеется, Инстаграм. Эта социальная сеть до сих пор дико популярна в России, все грузят на нее миллиарды фоточек в секунду. И первое, о чем мне хотелось бы поговорить, это о соотношении сторон. На данный момент вы можете грузить фото в горизонтальной ориентации соотношением сторон 1,91 к 1, а все, что будет более горизонтально, обрежется слева и справа. Ну, либо вертикальную ориентацию, которая имеет ограничения сторон 4 к 5. То есть, если ваш кадр будет более высоким, к примеру, классический формат среднестатистической камеры 2 к 3, то он обрежется сверху и снизу. Это стоит учитывать, если вы снимаете вертикальные кадры и хотите уместить всю вашу модель на всей площади кадра. При загрузке в Инстаграм вверх-вниз обрежется и, возможно, вы подрежете свою модель. Лично мой совет не использовать горизонтальные ориентации, так как они занимают очень мало места на экране телефона. А когда пользователь листает ленту, узкий кадр привлекает его внимание меньше. Ну, а если уж вам необходимо горизонтальное повествование, то сделайте коллаж из двух горизонтальных кадров, объединенных в один слайд. Второе — это разрешение. Надо смириться с новым соотношением сторон 1440 на 1800 пикселей. Этих цифр вы не найдете на официальном сайте Инстаграма, но если загрузите файл в ленту, откройте его через десктопный браузер, далее через инструменты разработчика вытащите оригинальный файл, то увидите то, что по ширине он ограничен в 1400 точек. Там же будет валяться сжатая до 1080 пикселей копия. Возможно, она будет отображаться на устройствах с малым разрешением или, не знаю, там, в случае низкой скорости интернета будет подгружаться в ХЗ. Это мои догадки. Но факт остается фактом. 1440 на 1800 пикселей. Запоминайте. И тут у меня возникает вопрос. А вот это разрешение высокое, оно на телефоне тоже виднеется, либо оно только отображается на десктопной версии? Как проверить на айфоне, не имея инструментов разработчика? На самом деле легко и просто. Если загрузить две одинаковые картинки в 1080 пикселей и 1440 пикселей, открыть их на телефоне, прозумировать на максимум, сделать скриншот и далее закинуть в фотошоп, выровнять их относительно друг друга и попеременно скрывать один из слоев, то разница будет заметно невооруженным глазом. Файл, загруженный в 1440 пикселей, более детализирован. Вот теперь моя душа точно спокойна, и я уверен, что даже на лопатофоне у меня картинки отображаются. С нормальным разрешением в 1400 точек по горизонтали. Хотя для Stories и Reels ограничение осталось прежним, фиксированным в Full HD 1080 на 1920 точек. В итоге для лучшего качества фотографий в ленте используется соотношение сторон 4 к 5 и разрешение 1440 на 1800 точек. Также ходит слух, что на качество фотографий может повлиять параметр DPI и PPI. Давайте разберемся, что это такое. DPI, как и PPI, это параметры плотности растровой графики. Они говорят, сколько точек или пикселей умещается на одном дюйме изображения. DPI относится к аналоговой плотности, к примеру, в полиграфии. Классическая фсетная печать имеет плотность 300 точек на дюйм. Возьмите любой глянец и посмотрите на него через увеличительное стекло, либо через макро-линзу, вы увидите маленькие цветные точки. И количество этих точек, умещённых на одном дюйме, и есть параметр DPI. Это просто характеристика принтера и его разрешающая способность. PPI — это цифровая плотность. К примеру, на моём мониторе 28 дюймов. Разрешение 4К. Это значит, что на 1 дюйм изображения физического у меня умещается 163 пикселя. Будет ли означать, что на моей фотографии, которую я отображаю на мониторе, плотность 163 пикселя? Ну, не совсем. Зависит от масштаба. При масштабе 1 к 1, да, действительно так оно и будет. Когда вы заходите в Photoshop при ресайзе фотографий, вы найдёте этот параметр. И сразу спойлер. Вне зависимости от того, какое значение вы выставите, 1 либо 999, на результат это никак не повлияет. Потому что ваше изображение имеет фиксированное количество точек по длине. И PPI будет синхронизироваться с носителем вашего изображения. Экраном монитора, мобильного телефона, ну, либо распечатки. Посмотрите на эту таблицу. Здесь я показал разрешающую способность телефонов, начиная с первого айфона. Тогда, в далёком 2007 году, я юзал Siemens SX65 с разрешением всего 132 точки по горизонтали. А Apple в тот момент выкатили чудо-смартфон с шириной экрана в 320 точек, задав новый тренд в мире мобилостроения. В ближайшие пару лет экран имел плотность в 163 точки на дюйм. Эта плотность заметна для глаза, пиксели были достаточно жирными. Но с появлением четвёртого айфона всё стало интереснее. Появился дисплей Retina с шириной в 640 точек и плотностью пикселей в 326 точки на дюйм. Retina в переводе сетчатка нашего глаза. В характеристике дисплеев это минимальная плотность, при которой мы перестаём различать отдельные пиксели. Наклонная линия перестаёт быть лесенкой и становится сглаженной. Напомню, что в оффсетной печати, в глянцевых журналах плотность 300 dpi. Это всего лишь 300 пикселей на дюйм. Это же не значит, что когда вы листаете с журналы, вы обращаете внимание на вот эти точки. Нет, мы их не видим. Мозг их сглаживает. Всё достаточно резкое и чёткое. И 300 dpi — это в принципе уже необходимый и достаточный параметр плотности. Ведь увеличивая разрешение, вы не сильно улучшаете пользовательский опыт. А вот ресурсы, затраченные на такой прогресс, растут экспоненциально. В 2010 году, когда появился первый iPhone с ретин-дисплеем, на свет родился и всеми любимый Instic. Тогда не было Stories и Reels, была только лента с квадратными картинками. Угадайте, какое было максимальным разрешением, доступным в Instagram на тот момент. 640 точек по горизонтали. Ровное соответствие ширине iPhone. Instagram был создан под iPhone. И размер файла в первую очередь диктовался аппаратной частью телефона, шириной дисплея. Ну а далее интереснее. В 2014 году Apple выкатывает iPhone 6 Plus. Лопату с шириной экрана 1080 точек. И в следующем году Instagram вслед за аппаратной частью обновляется до разрешения в 1080 точек. Ровно под iPhone. Если посмотреть на судьбу экранов телефонов, то мы увидим, что достигнув плотности дисплея в значении около 460 точек на дюйм, что в полтора раза более плотнее офсетной печати, прогресс остановился, потому что в нем нет никакого смысла. Цифровая ширина достигла своего необходимого и достаточного максимума. А если брать в расчет, что ограничения с 1080 пикселей увеличили до 1440, то получается, что посты Instagram будут разрешать будущие телефоны с большим разрешением. К примеру, экран нового Samsung S23 Ultra имеет ширину как раз 1440 точек. Это означает, что посты в Instagram, которые отображаются на экране этого телефона, будут отображаться пиксель в пиксель. Такими темпами, может быть, мы дорастем до нативного приложения Insta на iPad? А то ждем его уже больше 10 лет. Окей, с ограничениями разобрались. Теперь давайте определимся. А что лучше, грузить в Instagram фуллсайзы, либо же предварительно сжимать их? Ответ очень прост. Без разницы. Я проверил очень легко. Здесь у меня три варианта фотографий. Сжатый файл до 1440 точек, до 2560 и оригинал в 4000 точек. Я их загрузил в Instagram, после скачал и сравнил через Photoshop. Если попеременно скрывать каждые слайды, после сжатия они мало чем отличаются. Оригинал, не подверженный даунсемплингу, имеет, ну, на небольшой процент чуть лучшую детализацию. Но стоит отдать должное алгоритмам сжатия внутри самого приложения. Отрабатывают они отлично. Поэтому, вне зависимости от размера оригинала, на выходе вы имеете в посте приблизительно одинаковую резкость. И этот вопрос можно закрыть. Вы, наверное, обратили внимание, что часть изображения у меня покрашена в красный цвет. Нет, на самом деле я здесь сохранил исключительно красный канал, закинул его в Instagram. И просто даю вам напоминание, что, к сожалению, Instagram использует дичайшие алгоритмы сжатия, которые пережимают красный канал очень сильно. Поэтому, если вы хотите сделать фотографию вот такую в красном настроении, исключительно из красных цветов, которая содержит исключительно красный канал, то неминуемо, вне зависимости от того, с какого устройства вы грузите, неважно, серваки у Instagram одни. И они пережмут ваш красный канал, поэтому с этим нам стоит только смириться. Далее, цветовое пространство. Об этом я уже говорил много раз. Если вы не смотрели вот этот ролик, обязательно его посмотрите, там я все подробно объяснил. Ну, а если кратко, то импортируйте, редактируйте и сохраняйте свои фотографии в цветовом пространстве sRGB IEC 61966 2.1. Вот это вот длинное да оно. Ведь именно на нем весь интернет и работает, и при загрузке в социальные сети ваши цвета никуда не поедут, не исказятся. Что мы имеем в итоге? Давайте опишем алгоритм загрузки фотографий в Instinct. У нас есть условная серия кадров. Каждый файл по 6000 точек по длинной стороне. Не проблема, вы можете их закинуть на телефон через AirDrop и через простой импорт закинуть в пост. Либо же сделать в Photoshop бесшовную карусель, используя мой шаблон. Скачать его можно по ссылке в описании у меня в Telegram канале. Там же вы найдете экшен, который этот шаблон на кусочки нарезает. Ну, либо же воспользоваться мобильным софтом для нарезки. В общем, выбор за вами. Удобство Инстаграма в том, что перед публикацией вы можете проверить то, как ваш пост будет смотреться после публикации. Если вас не будет устраивать резкость, ну, либо там, не знаю, насыщенность цвета, вы всегда можете вернуться на шаг назад и через встроенный редактор внутри Инстаграма повысить нужные параметры. Этим не стоит пренебрегать. С Инстой, думаю, понятно. Ну, а как же быть с подготовкой фотографий для персонального сайта, либо для десктоп-соцсетей? Где же наш великий ВКонтакте? Расскажу. ВКонтакте одна из моих любимых социальных сетей. Я туда регулярно гружу фотографии, поэтому тоже подпишитесь. И самое главное, там фотографии на мониторе, на большом мониторе. 4К мониторе смотрится просто потрясающе, потому что ограничение у ВКонтакте по горизонтали 2560 точек. Ну, а если вы грузите вертикаль, то 2160. Опять же, хранить на серверах картинки большего разрешения нет никакого смысла, потому что это дико дорого. Поэтому мы играем по правилам соцсетей. Но здесь есть маленький нюанс. Если вы будете грузить ВКонтакт картинки большого размера, он их будет пережимать дико криво, так как в отличии от Инстаграма сжатие будет происходить на самих серверах ВКонтакте, а они пренебрегают качеством в угоду скорости и меньшей нагрузке на оборудование. Поэтому вы просто обязаны перед тем, как грузить фотографии ВКонтакт, сначала их сжать. К примеру, я, обрабатывая фуллсайзы в фотошопе, при сохранении всегда создаю несколько копий изображения. Фуллсайз из архива. Его я сохраняю в качестве 8 и закидываю в облако iCloud, чтобы всегда иметь к нему доступ. Вторую копию я сжимаю до 2560 точек по длинной стороне и накидываю резко зерном. Именно эти же пеги я гружу в социальные сети. ВКонтакт, в 35 фото, фликер, неважно. Они будут просматриваться зрителями на 4К-мониторах и будут выглядеть просто потрясающе. Ну и на сладкое я нарисую фуллсайзы на небольшие кропы 9 к 16 на 1900 точек по длинной стороне и сохраняю их исключительно для Instagram Stories, чтобы при публикации не было даунсемплинга и каждый пиксель оставался на своем месте. Так мне спокойнее. Наш глаз очень легко обмануть. У нас не супер зрение. Вот если вы будете смотреть на картинку на 4К-мониторе в разрешении 4К и 2К, чтобы увидеть разницу, вам реально нужно будет приблизить лицо к монитору на расстоянии 30-20 сантиметров. Я не думаю, что вот так вот вы сидите за компом. Нет, мы всегда сидим на адекватном расстоянии. Я на это надеюсь, иначе вы глаза свои убьете нафиг. Ну а телефон и подавно проведите эксперимент. Загрузите 4К-картинку и Full HD на простой лопата iPhone, и вы не увидите разницы. Вот вы будете листать фотографии туда-сюда, картинки будут одинаковые. Вам нужно будет реально вот так вот смотреть, используя лупу, чтобы увидеть разницу. Улучшать качество контента нужно не количеством пикселей, а тем, во что эти пиксели складываются вашим творчеством. И главный на сегодня совет. Все, о чем я говорил, это исключительно технодрочь. Современные производители сотовых телефонов, камер, софта, они создают такое оборудование, которое позволяет даже простому хлебушку взять телефон, нажать на кнопочку, загрузить фоточку в Инстаграм, ВКонтакт, получить кучу лайков, заработать много денег, при этом не разбираясь в технодроче. А количество полученных лайков и количество полученных денюшек от этого будет зависеть исключительно от качества вашего творчества, от того, что вы снимаете. Нет цветового пространства, DPI, разрешения и так далее. Прокачивайте свое творчество, а технодрочь оставьте. Также поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если вам было интересно. Я буду очень рад вашей обратной связи. Пишите в комментарии, что думаете по этому поводу. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok